Улица Красноармейская. Смог и сильный запах гари. Такую картину сегодня наблюдали не только владимирцы. Плотная дымовая завеса накрыла Петушинский, Селивановский и Гусь-Хрустальные районы. В профильном департаменте заверяют, пока повода для паники нет. Ситуация, еще раз говорю, стабильная. Никакой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации какой-то на территории Владимирской области нет. Ну, наверное, гражданам только стоит побеспокоиться о собственном здоровье, учитывая сильную задымленность. Ежедневная авиаразведка, видеонаблюдение и патруль. Лесники из Гусь-Хрустального на посту круглосуточно. За рулем Евгений Ботов. Говорит, в его карьере это лето самое трудное. 12 маршрутов патрулирования. Ежедневно выезжает 4 группы по своим маршрутам. Также по Курловскому лесничеству. У них разработано тоже 13 маршрутов и 9 патрульных групп. Федеральная трасса «Золотое кольцо». По периметру дороги противопожарный барьер. Ширина полосы около метра. Евгений говорит, такая защита препятствует распространению низовых пожаров. На территории Курловского лесничества мы чуть более 300 километров ежегодно опахиваем минполос. В них включено и устройство новых, где-то 150 километров. И, если мне память не сменяет, 200 километров обновляем прошлогодние. Противопожарные барьеры обновляют и на точках отдыха, которые расположены вдоль трассы. Автомобилисты ими активно пользуются. На остановках минерализированные полосы, урны для мусора, информационные щиты с номерами телефонов спецслужб. Все площадки под видеонаблюдением. Установлены камеры видеонаблюдения, лесохранитель. На Курловской территории у нас 4 камеры. В этом году нам добавили еще 3. И они помогают в работе очень хорошо. Это нам способствует тушить лесные пожары на маленьких площадях, потому что дым видно очень хорошо с камер. С начала года в Курловском лесничестве потушили два десятка пожаров. Каждый на площади меньше гектара. Все благодаря заблаговременной подготовке и активной профилактической работе с населением. Деревня – красный поселок. Здесь меньше 200 жителей. Анатолий Николаевич навсегда запомнил один страшный пожар. Огонь подошел слишком близко. Давно лет 10 прошел пожар. Был лес, горел около дороги. А так и нигде было. Сейчас в деревне спокойно, говорит пенсионер. Но ежедневно в Гусь-Хрустальном районе фиксируют по три лесных пожара. Один торфяной очаг потушили на днях. Возгорание произошло на арендованной территории. На протяжении четырех дней мониторинг данной территории силами федеральной составляющей со стороны Главного управления МЧС России, силами оперативной группы администрации Гусь-Хрустального района. Сейчас пожароопасную обстановку в регионе мониторят 150 патрульных групп и сотни спасателей, в том числе из Москвы. В МЧС добавили, пока нет риска перехода огня из Рязанской области на наши леса. Но если ситуация ухудшится, к сотрудникам лесхозов и спасателям подключатся военные. Соглашение уже подписано с комиссариатом по Западному военному округу. Наталья Забнина и Андрей Беляков.